Девчонки, всем огромный привет! С вами снова я, Юля, и сегодня хочу показать вам свой заказ китайских шмоток. В основном это обои летние вещи, а именно купальники и все для пляжа, накидки и парел. Я думаю, что это видео поможет вам сделать выбор, стоит ли заказывать с китайских сайтов или нет, и стоит ли заказывать с китайских сайтов именно купальник. Ни для кого не секрет, что с китайского сайта можно купить купальник намного дешевле, чем в магазине, тем более там огромный ассортимент, но стоит так рисковать, стоит ли покупать кота в мешке. Сейчас я вам покажу очень много купальников, тут будут и радости, и разочарования, и смех, и грех. В общем, оставайтесь со мной, кому интересно, смотрите это видео дальше. Заказы я делала с трех китайских сайтов, сами дресс, ни дресс, дрессинг, еще с одного, но о нем расскажу немного попозже. Итак, давайте начнем с первого купальника. Выглядит он вот так. А модель мне эта безумно нравится, посмотрите, какая красивая расцветка морской волны, ну очень красивые цвета, бирюзовый и голубой. Я видела фотографии девочек на сайте, они выкладывали свои фото в этом купальнике, на загорелом теле он смотрится просто потрясающе. Кстати, все размеры я выбирала по размерной сетке, которая представлена на сайтах. Были купальники и эски, и эмки, мне в принципе все подошло, так что с размерами никаких таких огромных разбежностей не было. Итак, у этом купальнике, смотрите, какая красота, очень красиво смотрится, но к сожалению он мне не подошел, потому что тут какая-то неправильная чашка, она в принципе сидит нормально, но очень сильно топорщится, и на пляж я его просто не смогла надеть, потому что все бы увидели, что у меня под купальником. Она вот, вроде бы на первый взгляд, если ровно стать нормально, только вы садитесь, она вот так вот начинает топорщиться, в общем, это не очень красиво, но все равно я брала его с собой на море, думала надеть для фотосессии, но потом на это не хватило времени. И плавочки у него тоже очень красивые, более такого, мне кажется, спортивного типа. Так, что это такое с ними? Ну, вот так вот они выглядят. Тут две такие вот черные ленточки, их можно чуть-чуть повыше на бедра поднять. В принципе, если вам понравился купальник, то вы можете попробовать его заказать, может быть, на вашу фигуру он и подойдет. Ну, прикольные плавки, только они мне оказались, конечно, немного тугие, может быть, со временем они бы потянулись, но в принципе купальник мне понравился. Вот видите, кстати, даже вот эти вот ленты были вот так вот сделаны, я их даже отрезала, пыталась как-то скорректировать форму чашки. В принципе, можно как-то его было вот тут вот шить, что-то придумать, но у меня на это просто не хватило времени. Качество купальника этого мне очень понравилось. Красивая расцветка, яркие, насыщенные цвета, не выленевшие, и прикольный фасон. Следующее, что я заказала с сайта Сами Дресс, это такая вот белая рубашка. Я ее брала, чтобы носить на пляж, ну, как защита от солнца, чтобы она покрывала плечи или куда-то на прогулку по пляжу, понятное дело. И также для фотосессий. Посмотрите, какая у меня замечательная спинка, очень красивое кружево. Я оставлю фотографии, на фото смотрится просто супер. Но в этой рубашке есть огромный недостаток, который, можно сказать, перекрывает полностью все достоинства. Это качество. Вот как Вы видите, этот рукав мне пришел с дыркой. Вот такая вот тут была дырка, сантиметров 30. Дело в том, что все швы в этой рубашке абсолютно некачественные. Если я сейчас вот так вот потяну, немного приложу силы, она уже рвется. Девчонки, если Вам понравилась эта рубашка, то можете попробовать ее заказать с более качественного сайта, такого как Шин или Ромви, или еще на каком-то более дорогом сайте. Я уверена, что эта рубашка на вот этих классных сайтах будет в намного лучшем качестве, чем на сайте Сами Дресс. В принципе, фасон классный, но она полностью лезет по швам, но это не помешало мне сделать красивые фотографии. Сайта Дрессинг я заказала очень красивое пляжное Парео. По качеству оно замечательное, не такое, как рубашка. Швы прекрасно сделаны, ниточки не торчали. Я бы только прогладила, и уже можно было смело надевать. Смотрите, первая сторона белая с черным полоской, а зад просто такой вот черный прозрачный. Через него совсем немного просвечивается купальник. Это очень красиво смотрится. Я, конечно же, взяла его на отдых. Рукава тут такие вот, ну можно сказать, да, три четверти. Оно, фасон напоминает летучую мышь. Очень прекрасная Парео, мне безумно понравилось. Эффектно смотрится на фотографиях, и в нем можно смело ходить по курорту, куда вы приедете. Оно спереди вообще практически не просвечивается, сзади совсем немного. В общем, Парео этим я просто безумно довольна. Также с этого сайта мне пришел купальник, вот такой вот розовый. Купальник мне не очень понравился по качеству. Видно, что дешевый материал, он просто дешевый. И вот эти вот чашечки, видите, белая подкладка, она торчит, если я пыталась надеть этот купальник дома, и вот эта вот вся подкладка вылазит, они красиво смотрятся, да и цвет какой-то оказался, ну не знаю, слишком блеклый. И поэтому на отдых я его даже решила не брать, этот купальник. И вот такие вот плавочки. Вот так вот выглядят. И сзади тоже такие зауженные. По бокам такие золотые колечки. В общем, по качеству мне этот купальник не очень понравился. Сразу видно, что дешевка. А сейчас хочу немного вас повеслить, потому что, когда я получила следующий купальник, это был просто смегогрек. Мне хотелось и смеяться, и флакать. Заказ я делала с сайта Dressing. И заказала довольно-таки модный, популярный купальник. Я думаю, вы уже догадались, о чем я говорю. А вот так вот он выглядит. Посмотрите, какой красивый бирюзовый цвет. Просто загляденье, я даже не думала, что придет такой вот насыщенный пигмент. Но, девчонки, как вы видите, в этом купальнике нет вот этой вот ткани, которая соединяет две чашки, потому что я ее обрезала. Да, у меня просто сдали нервы. Дело в том, что вот эта ткань была очень криво пришита. Я вообще не понимаю, как китайцы могли испортить такой красивый купальник. У меня практически все идеально. Но вот этот вот клаптик ткани был вот так вот пожмакан, ужасно криво пришит. Но это просто безобразие. Поэтому я решила хоть как-то его спасти. Вырезала такую дыру, думала вот эти вот края подшить. Но, к сожалению, после этого купальник потерял свою форму. Чашки стали как-то некрасиво смотреться на фигуре. Они должны вот так сидеть. Они начали вот так вот топорщиться. В общем, этот купальник ничего бы уже не спасло. Но вы, конечно, можете рискнуть. Цена на него довольно-таки маленькая. И, может быть, вам придет небраковая модель. Но, опять же, это кот в мешке. И плавки у него очень красивые. Мне подошли. Просто показалось, что они такие закрытые. Я не очень такие люблю. Но, в принципе, по качеству этот купальник нормальный. Если бы не то, что сделали китайцы, как можно было так его испортить, я просто в шоке. И следующий купальник, думаю, вас тоже повеселит. Вот так вот он выглядит. Не знаю, как камера передает цвета. Но это насыщенно розовый и насыщенно неоново-желтый. Лифт, в принципе, нормальный. Качество, ну, где-то на четворочку. Ничего нигде не торчит, не трещит. Но плавки это что-то с чем-то. Я видела на сайте, как они смотрятся на девушке. Все вроде бы было в порядке. Смотрите на этого паука, на человека-паука. Я даже не могу их размотать. Сейчас буду... Вот. Вот так вот выглядят эти плавки. Также прикольные розовые, неоновые насыщенные цвета. Вот так вот, мне кажется, они как-то лучше передаются. Но, девчонки, эти плавки, наверное, налезут мне на плечи. Видите? Я не знаю, почему так. Размер это, по-моему, был S, когда, скорее всего, самые маленькие. Но они огромные. Они на мне вообще не держатся. То есть, вот этот вот верх и низ, они не соответствуют друг другу. Я бы сказала, что это XXL. Но вы посмотрите, просто налазят мне на плечи. И качество у плавок не очень хорошее. Одна поворозочка вот эта вот начала уже обрываться. Так что, думаю, если бы он даже был бы нормального размера и подошел на меня, скорее всего, он бы порвался от воды и от солнышка. В общем, такой вот купальник. Его я вам не советую заказывать, потому что, скорее всего, вам так же придется... Сзади он так выглядит. Вам, скорее всего, так же придет вот такой вот огромный... Огромные трусы. И следующий купальник я заказала с сайта Dressens, с которым мне пришли два вот этих купальника ужасных. Он мне нравится. Мне понравился фасон. Вот это вот кружево. Там была на сайте красная расцветка и синяя. Но красная уже не была в наличии. Поэтому я решила заказать синюю. А купальник этот подошел. Чашечка на меня села отлично. Сзади он застегивается просто на такую вот... Ну, в общем, как-то сзади застегивается на застежку. Это очень удобно. Нет в нем никаких дефектов. В принципе, нормальные. Качество где-то, ну, на четверку, можно сказать. Почему на четверку? Потому что вот эти вот плавочки, они оказались в резинке. Не то, чтобы слишком тугими. Они, конечно, тянутся. Но вот сама резинка тут и на ногах прошита какими-то обычными нитками, которые не тянутся. И поэтому, когда я вот так вот сильно растянула, там сначала что-то треснуло. А потом только он на меня налез. Эти плавки мне, в принципе, подошли. Размер мой. Но все равно какая-то вот тут грубая резинка. Они мне немного отдавили в ногах. Но несколько раз я в нем загорала. Он мне понравился. Также отлично подойдет для фотосессии, если вы хотите. На фотографиях смотрится очень нежно и красиво. В общем, этим купальником я довольна. И еще хочу показать вам напоследок один купальник. А я его заказала совершенно другого сайта. Называется он, по-моему, The Full, если я правильно произношу. Этот сайт немного выше по качеству и по цене, чем вот эти три сайта. Дресни, Дресс, Дрессин. И купальник вместо сайта пришел очень классно. Я его полюбила всем сердцем. Мне безумно понравился... Так, что это с ним? Такой вот лифт. Мне кажется, такая какая-то гавайская тема. Вот эти вот рюшки. Правда, он сейчас, наверное, немного помятый. Потому что я его недавно достала с чемодана, распаковала. Но смотрится он просто изумительно. Ну, у меня просто нет слов. Очень понравился этот купальник. И трусики к нему идут вот такие. Также такая гавайская тема. Только обратите внимание, что эти плавочки и спереди, и сзади имеют одинаковый размер. То есть попу они слишком закрывать не будут. Ну, такие более открытого типа. В общем, этот купальничек мне понравился. И качество него с этого сайта намного лучше, чем у остальных. Девчонки, я думаю, что мое видео, мой отзыв теперь помогут вам определиться, стоит ли заказывать купальники с китайских сайтов. Знаете, лично мое мнение, что лучше заплатить в 4 раза дороже. Да, у нас купальники в магазинах где-то примерно в 4-5 раз дороже, чем на китайском сайте. Но мне кажется, что лучше заплатить эти деньги. И пусть у вас будет один купальник, но зато он будет классный. 3 или 4 года назад я приобрела себе замечательный фирменный купальник. И относила его года 3, это точно. Он не разлезся, с ним ничего не случилось. Идеальное качество, правда, цвет уже выгорел. И поэтому в этом году, да и в прошлом я его редко, конечно, одевала. Может быть, один раз. Но в этом году я его уже решила списать и больше не надевать. Девчонки, еще хочу сказать, что будьте внимательны, если, допустим, ваша подружка или знакомая заказала с китайского сайта какую-то классную вещь или купальник, то если вы решите заказать такую же, помните, что вам может прийти совершенно другая вещь. То есть у нее может быть качество хуже. Я уже не раз встречала, что одна и та же вещь на различных сайтах по качеству различается. И не забывайте то, что может не совпадать размер, вам могут положить разный верх и низ. И также самое вероятное, что делают китайцы, это портят вещи, то есть на ваши вещи могут быть какие-то дефекты. Но также могут и прийти хорошие вещи. Я уже делала много раз заказы с китайских сайтов. Если посчитать все в процентах, приблизительно мне процентов, наверное, 70 вещей пришли хороших и 30 плохих. Так что, в принципе, стоит, я думаю, рискнуть. Мое видео уже подходит к концу. Я надеюсь, что оно оказалось вам полезным. Вы подчеркнули какую-то новую информацию. И оно поможет вам определиться, стоит ли заказывать ту или иную вещь с китайского сайта. Если у вас есть на примете какие-то классно проверенные китайские сайты, то напишите мне в комментариях. Также, если у вас есть какие-то смешные, курьезные истории по поводу вещей с китайских сайтов, может быть, дырки или плохое качество, это еще не самое смешное, может быть, вам пришло что-то вообще из рамок вон выходящее, какая-то смешная история, то пишите в комментариях, я думаю, всем будет интересно почитать. Ну а с вами была Юля. До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok